Всем привет, меня зовут Никит Северинов. В этой лекции мы рассмотрим матричное преобразование для двухмертной плоскости, а именно перемещение и масштабирование. Матрица преобразований имеет размерность 3х3, но подвергать воздействию мы будем элементы АЦЕ и БДФ, так как только они влияют на наше преобразование. То есть оригинал у нас, исходная матрица, имеет следующую структуру. Для того, чтобы сделать перенос, мы должны видоизменить наши элементы D и F, соответственно DX и DX. Чтобы сделать масштабирование, мы должны видоизменить наши по умолчанию элементы, установленные в единицу А и Б. Для того, чтобы воспользоваться нашим новым трансформацией, или же нашей новой трансформацией, мы должны воспользоваться методом SetTransform, и пропишем нашу новую матрицу 1 умножить на SX, 0, 0, 1 умножить на SX, DX и DX, соответственно. Давайте попробуем сделать отражение и перенос нашего текста. Сделаем отражение. Установим сигнатуру текста, 34 пункта Arial, отрисуем текст, напишем Hello World, 30100, позиция текста. Установим новый стиль текста, Field Style, значение серого, Silver. Установим нашу новую матрицу преобразования 1, 0, 0, минус 1, 0, 0. И отрисуем наш текст. Получается у нас следующая картина. Забавно. Для того, чтобы сделать перенос, мы сделаем все то же самое, но напишем новую, SetTransform. DX поставим в 30. В итоге у нас получается следующее. Для того, чтобы сделать масштабирование, мы должны воспользоваться видоизменением коэффициента A и B, то есть 1,9, мы увеличим по оси X, значение пикселей, 0, 0, минус 1,9 по оси Y. И мы инвертируем нашу ось. И сдвигаем текст в значении 30. Смотрим. Получается следующая картина. Теперь, как сделать вот следующие вещи, которые мы уже сделали, при помощи методов контекста. Для этого есть два метода. Для масштабирования, точнее для переноса, это метод Translate, задается два аргумента. И для масштабирования, как вы можете догадаться, это метод Scale. Тоже задается два аргумента. На этом лекция по перемещению и масштабированию в двухмерном пространстве окончена. В следующих лекциях мы будем, наверное, совмещать наше двухмерное и трехмерное пространство, или же выносить так же, как и в предыдущей лекции, и вот эта лекция, в отдельные лекции. Пишите, как лучше. Либо совмещаем мы двухмерное и трехмерное пространство воедино тему, либо делаем все так по отдельности. С вами был Никита Северинов. Увидимся в следующей лекции по маточным преобразованиям, а именно уже по вращениям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.